Здравствуйте! А у нас уже готов очередной обзор криминальных происшествий в регионе за неделю, итоги акций и рейдов правоохранителей, цифры и факты оперативных сводок. И обо всем этом в подробностях прямо сейчас. Сыграть на сочувствие и жалости больной ребенок, дорогостоящая операция, отсутствие помощи. Кто же откажется дать хотя бы небольшую сумму денег матери, тете или сестре с понуро стоящей головой у магазинов? Сердце ёкнет у каждого. Кто же знал, что сборы идут вовсе не на лечение больных людей? В Солигорске 23 октября была задержана группа обманщиков-попрошаек. Просьбы о помощи довольно часто появляются в сети интернет. Переходят смс на мобильные телефоны. Обращаются к милосердным гражданам и люди, стоящие с табличками около магазинов. Но действительно ли они нуждаются в помощи? Или это очередные случаи профессионального мошенничества? Участники сообщества «Солигорские автолюбители» совместно с сотрудниками Солигорского РОВД и съемочной группой нашего телеканала попытались разобраться в ситуации. В универмаг Солигорск мы видим девушку, стоящую с табличкой. Люди, поддавшись душевному порыву, подходят, бросают деньги, сопереживая чужой беде. Аналогичная картина и около гипермаркета «Грин». Девушка собирает деньги на лечение брата. Так указано на табличке. Солигорские волонтеры не смогли пройти мимо и попытались выяснить, в чем проблема, как можно помочь, в чем нуждается семья. Подошла, спросила, почему такая ситуация, какая ситуация в семье, что вынудила девочку стать возле магазина с документами. Естественно, подошла финансовую помощь какую-то, которую смогла оказать. Впоследствии выяснилось, что эта девочка мошенница, что никакого брата у нее нет. Она этим просто себе зарабатывает, видимо, на жизнь, если можно назвать, что это жизнь. Впоследствии также выяснилось, что на табличке размещена фотография 2008 года, на которой изображен мальчик Андрюша, на тот момент находящийся в детском доме для детей инвалидов из Украины. И к брату Сергею из Витебска не имеет никакого отношения. Если присмотреться, в папке находятся фотографии двух разных малышей, выдаваемых за одного. Девушка, представившаяся Марией, была задержана сотрудниками милиции и доставлена в опорный пункт для выяснения личности и обстоятельств. Она продолжала настаивать на истории с больным братом, несмотря на то, что документы оказались поддельными. И это ее не первое задержание. Раскаиваться в своем поступке Мария не собиралась. У меня мнение людей абсолютно без разницы. Я такой человек. Мне плевать на всех, кто вокруг меня окружается. Помните это раз и навсегда. И доказать, что я на кого-то работаю, это мне не докажет. У этой девушки нет постоянного места жительства. Зато есть дочь, и она лишена родительских прав. Второй задержанной оказалась 18-летняя Анна, которая собирала деньги около магазина «Златка». Кому и для чего собирает девушка средства. Вы за что вас забрали? Стоялся с него плакатом. А кто на плакате изображен? Девушка. А что это за девушка? Кем она приходится? Никитая. Ну вы же собираете кому-то здесь? Нет. А почему вы тогда их собираете? Попросила тетя. Ваша тетя попросила? Может быть. Такую историю рассказала Анна, которая, как оказалось, в настоящее время находится в ожидании суда. А вот такими фактами поделился участковый инспектор милиции. Данная гражданка, как она уже называлась, приехала с другой области, понятия рассказать не может, для кого она собирает. Документов, так же, как и удостоверения личности у нее нет. Для этого мы ее привели в опорный пункт для установления и дальнейшего разбирательства. И что вы выяснили? Мы выясняем, что данный гражданин сам судимый или привлекается к уголовной ответственности, так как она говорит, что еще суда нет. Также сообщила, что совершила хищение в размере 2 миллиона 600 тысяч денег. Ну, соответственно, уже сразу складывается сомнение, для каких целей ей тогда нужны эти пожертвования. Сто процентов они не пойдут на лечение данных гражданин. Солигорские автолюбители стали свидетелями того, как собирающих на операцию с тирества инвалидов забрал автомобиль с номерами третьего региона. Ребята не растерялись, перегородили водителю путь и вызвали милицию. Гражданин, забиравший инвалидов-колясочников, рассказал свою версию случившегося. Они попросили, ну, ты, повози нас, завези, поставь. Прибывшие на место сотрудники милиции выяснили, что водитель не имеет при себе водительского удостоверения. Разговор с ним и людьми в инвалидных колясках продолжился в дежурной части. Итог пятничного рейда. Две девушки, подозреваемые в мошенничестве, были задержаны. Граждане, которые оказывали им помощь, обратились с заявлением в милицию. Подведя итоги, стоит отметить, все задержанные совместными усилиями сотрудников милиции и неравнодушных солигарчан не имеют никакого отношения к благотворительности. Кому и куда уходят деньги, остается загадкой. В день эти люди, по их словам, могут зарабатывать до 4 миллионов белорусских рублей. Вместо послесловия участники сообщества солигорские автолюбители спустя двое суток повстречали инвалидов-колясочников, которые волшебным образом исцелились, и, улыбаясь, возвращались из больницы, куда они были доставлены для подтверждения инвалидности. Заявления на них никто не написал, поэтому, возможно, уже на следующий день они вновь приступили к своим обязанностям – сбору средств у доверчивых граждан. Тема получила неожиданное продолжение. Одна из задержанных ранее, девушка Мария, 28 октября, была вновь замечена у магазинов Солигорска. Видно количество уже имеющихся правонарушений девушке показалось недостаточное, раз она вновь взялась за старое, пошла к магазинам. Ее снова доставили в милицию. И, как мы узнали в отделе, в целом на Марию были составлены административные протоколы по статье 17.1 «Мелкое хулиганство» и 10.7 «Причинение ущерба в незначительном размере путем извлечения имущественных выгод в результате обмана и злоупотребления доверием». На вторую девушку Анну также составлен протокол за мелкое хулиганство. Остальных участников этого действия также не обошли административные меры. Один из мнимых инвалидов был добровольно выслан из Беларуси к себе на родину, в Украину. Второй отправился в свой регион. Водитель получил штраф согласно статье 18.19 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим прав управления». Остановить мошенников под силу каждому. Не стоит верить историям, описанным у них на самодельных картонках. Люди, которым действительно нужна помощь, у магазинов не стоят. Сборы организовываются официально при помощи банков, специальных фондов или мобильных операторов. И даже в этом случае истории лучше проверять. 25 октября в Беларуси завершилась профилактическая акция «ГАИ – стань заметным», в ходе которой правоохранители уделили пристальное внимание пешеходам и велосипедистам. В ходе нашего совместного рейдового мероприятия с экипажем ГАИ мы убедились, что нарушение правил дорожного движения в Солигорске отнюдь не редкость. За время акции на дорогах Солигорска и Солигорского района выявлено более 330 велосипедистов и пешеходов, по разным причинам нарушивших правила дорожного движения. К административной ответственности привлечено 226 пешеходов и 32 велосипедиста. Нарушали правила дорожного движения как взрослые, так и дети. Инспекторами ИДН на родителей составлено и три протокола по статье 9.4 за ненадлежащее воспитание детей. Еще 21 протокол был составлен инспекторами ГАИ на водителей, которые не пропустили на пешеходных переходах двигавшихся по нему людей. Во время патрулирования улиц и дорог Солигорска в дежурную часть поступает вызов. Местные таксисты заприметили водителя, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Дисциплинированным водителям подобное на дороге претит, потому они возле клуба «Виктори» на Ленина блокируют выезд подозрительному водителю, ожидая приезда ГАИ. Судя по не совсем адекватному состоянию, водитель и правда, то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Автомобиль отправляют на штрафстоянку, а самого водителя отвозят в приемный покой, где он должен пройти алкотест. Впоследствии узнаем, что информация о состоянии опьянения подтвердилась. Это далеко не первый нетрезвый водитель на дорогах Солигорска, и проявленная бдительность таксистов отнюдь не лишняя. Вполне вероятно, что это задержание уберегло от произошедших аварий. По статистике, кражи из дачных домов чаще всего совершаются в период времени с ноября по март. На территории Минской области только с начала этого года зафиксировано уже более 2000 краж с проникновением в жилища. Солигорск в числе районов, где количество краж немалое. Количество краж в Солигорском районе превысило отметку в 450 фактов, более 160 из которых раскрыто. Преобладают кражи из жилищ. 114 фактов, из них раскрыты 65. По территориальному разделению количество краж в городе и районе примерно одинаково. 61 и 53 факта соответственно. Проблемным вопросом остаются кражи из дачных домов. За 9 месяцев в нашем районе произошло более 20 таких краж. Раскрыты лишь 8 из них. Это связано с тем, что, как правило, дачные дома хозяева навещают редко. Особенно в осеннее и зимнее время. Оттого установить точное время совершения преступления и возможных очевидцев становится затруднительным. Злоумышленники обычно воруют посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Также пользуются спросом черный и цветной металлолом, строительные материалы. Чтобы предотвратить кражу, не нужно оставлять на даче ценные вещи. А также необходимо максимально затруднить доступ в жилище посторонним. Установить крепкие двери и оснастить их сложными замками. На окна поставить решетки. И, конечно, чаще навещать свое загородное жилище. С 20 октября в Беларуси стартовала пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». Ее цели – укрепление правопорядка и снижение количества пожаров. В течение всего месяца спасатели будут посещать домовладения жителей района, разъясняясь гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности и злоупотребления спиртными напитками. Одной из основных задач для работников МЧС является оказание помощи местным органам власти, государственного управления, а также иным субъектам профилактики в обучении населения, мерам пожарной безопасности в быту и на производстве. Спасатели акцентируют внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения целенаправленной регулярной работы по обеспечению пожарной безопасности. В статистике оперативных сводок за неделю в дежурную часть Солигорска поступило порядка 300 сообщений и звонков от населения, из которых о преступлениях более 50. Правоохранителями по линии розыска возбуждено 10 уголовных дел, по линии наркоконтроля – одно, раскрыто по всем категориям – шесть. В районе за неделю скончались 8 человек, задержаны 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В специзолятор для отрезвления были доставлены более 20 человек. В милицию за различные административные правонарушения, а также по подозрению в совершении преступлений – более 90. Мы благодарим оперативно-дежурную службу за предоставленные нам данные. Мы продолжаем следить за развитием событий в регионе и каждую неделю готовы предоставлять вам только проверенную информацию и достоверные факты. На этом у меня все. Следите за выходом программ в эфире нашего телеканала и в интернете. Место происшествия на сайте stcdfistv.by и в группах СТК во всех популярных социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова